Сегодняшняя тема В работе, опубликованной в журнале Diabetes, Abiziti and Metabolism, были проанализированы данные из Биобанка Великобритании, UK Biobank, 500 тысяч людей со средним возрастом 58 лет. Было обнаружено, что люди с повышенным уровнем глюкозы крови на 42% чаще испытывали проблемы с ухудшением когнитивных способностей в среднем за 4 года, также у них на 54% чаще развивались признаки сосудистой деменции в среднем за 8 лет. При этом абсолютные показатели как ухудшения когнитивных способностей, так и признаков сосудистой деменции были сравнительно низкими. Эта связь оставалась прежней после исключения влияния других важных факторов, таких как возраст, курение, ИМТ, социальная депривация, наличие кардиоваскулярных заболеваний. Исследование носит обсервационный характер, потому его результаты не могут утверждать, что высокий уровень сахара вызывает ухудшение здоровья мозга. Однако обнаруженная связь должна изучаться в последующих работах. Авторы предыдущих исследований обсуждали ухудшение когнитивных способностей при диабете, однако результаты актуальной работы впервые обнаружили связь именно высоких, но не «диабетических» уровней глюкозы крови с когнитивными исходами. Исследователи определяли связь между гликемическим статусом и результатами когнитивных тестов, частотой диагноза деменции, а также структурными изменениями мозга на МРТ, уменьшение гиппокампа и очаги гиперинтенсивности в белом веществе. Только небольшая часть базы данных имела достаточное количество исследований, к примеру, периодические когнитивные тесты выполняли только 18809 участников. Всем участникам проводился тест на гликированный гемоглобин Hb1c в зависимости от его показателей, их делили на 5 групп, низкий нормальный, нормальный, преддиабет, недиагностированный диабет и подтвержденный диабет. Хотя абсолютные показатели снижения когнитивных способностей были низкими, у людей с преддиабетом и диабетом они имели сравнимые значения 42 и 39%, соответственно. Полученные данные требуют валидации с помощью других баз данных. В случае их подтверждения, команда авторов считает целесообразным рассмотрение вопроса о пользе раннего скрининга и вмешательства в контексте сахарного диабета в общей популяции. Ставь лайк и подписывайся.